Развитие экономики, модернизация, инфраструктура и поддержка семей. Именно эти направления стали приоритетными в работе правительства Тверской области в 2019 году. Об этом выступая перед депутатами Законодательного собрания региона, заявил губернатор Игорь Руденя. В своем докладе он коснулся целого ряда ключевых для Верхневолжья тем, включая сельское хозяйство, здравоохранение и демографию. Точками роста для Верхневолжья в минувшем году стали агропромышленный комплекс, обрабатывающий производство, жилищное и дорожное строительство, образование и здравоохранение. С этого заявления глава региона Игорь Руденя начал традиционный отчет перед депутатским корпусом по итогам работы областного правительства. Первая часть доклада была целиком посвящена финансово-экономическим показателям, которых удалось добиться за отчетный период. Так, по итогам 2019 года доходная часть региональной казны увеличилась на 11% и составила 66 миллиардов 400 миллионов рублей. Впрочем, росли и расходы, и во многом они были связаны с реализацией на территории Верхневолжья национальных проектов, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным. Несомненным успехом, считает Игорь Руденя, можно назвать снижение государственного долга Тверской области. В целом, с 2016 года снижение госдолга по нашей территории составило 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Объем госдолга в 2019 году сократился на 1 миллиард 400 миллионов рублей, и составило 23 миллиарда 200 миллионов рублей. В минувшем году в Тверской области было реализовано 13 крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 10 миллиардов рублей. Один из лидеров по привлечению инвестиций — агропромышленный комплекс. Как отметил Игорь Руденя, каждый второй рубль инвестиционных вложений в Верхневолжья направляется в сельское хозяйство. Впрочем, работы в этой сфере все равно еще очень много. Так, одной из проблемных точек, заявил губернатор, являются достаточно низкие темпы введения в сельхозоборот новых земель. С новыми площадями поддальноводства дела обстоят куда лучше. За минувший год они заметно увеличились. А по лесовосстановлению наш регион и вовсе в лидерах среди субъектов ЦФО. Вопрос лесовосстановления является ключевым для сохранения нашего природного богатства для будущих поколений. В 2019 году мероприятия по высадке леса прошли на площади более 18 тысяч гектаров. Это высший показатель 2018 года на 15%. Еще одной важной темой выступления главы региона перед депутатами областного парламента стала туристическая отрасль. Как отметил Игорь Руденя, турпоток на территорию Верхневолжья в минувшем году увеличился на 13% и составил свыше полутора миллионов человек. Увеличилось также и количество койко-мест для размещения туристов. Особую роль в этой связи играет кластер «Волжское море». В 2019 году завершено строительство водозаборного узла в Завидово и пешеходного моста через реку Дойбитса. В текущем году ведется работа по строительству современного транспортно-логистического узла в Завидово, автодороги в город Калязин, пешеходного моста через реку Тьмака в Твери. Кроме того, в 2019 году началась реализация крупного международного проекта по воссозданию исторической застройки города Торжка. Подписан договор с Министерством культуры Российской Федерации. Планируется обеспечить финансирование проекта с привлечением банка развития БРИКС. От экономики и туризма Игорь Руденя перешел к большому блоку социальных вопросов. Первое, на что обратил внимание глава региона — уровень безработицы. По итогам прошлого года серьезных изменений он не претерпел и составил всего 0,7%. Вместе с тем, заявленные на территории области инвестиционные проекты помогут создать более 20 тысяч новых рабочих мест, отметил губернатор. Появлению новых рабочих мест способствует и активное строительство дорог на территории края. В 2019 году в Тверской области было введено в эксплуатацию 476 километров дорог. Ожидается, что в этом году будет построено еще 620 километров нового дорожного полотна. Активно модернизируются дорожные и транспортные инфраструктуры на территории региональной столицы. В прошлом году успешно была завершена разработка новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе. Заработала она в году нынешним под названием «Транспорт Верхней Волжья». В дальнейшем систему планируется внедрять и в других муниципалитетах региона. Сегодня, конечно же, при большом количестве личного транспорта у граждан все равно остается потребность качественного общественного транспорта, особенно для тех, кто обучается в других муниципалитетах, это молодежь, для тех, кто может быть работает банковым методом, для людей, которые ездят для оказания медицинской помощи, для консультации. Поэтому качественный общественный транспорт, он остается и, судя по всему, будет актуален в ближайшие годы. Важным пунктом отчета губернатора перед депутатами также стоит назвать финансовую поддержку многодетных семей. В 2019 году был реализован целый комплекс мер финансовой поддержки для родителей. В общей сложности социальные выплаты получили более 320 тысяч жителей Верхней Волжья. Продолжается активное развитие сферы здравоохранения. Проведены ремонтные работы в 36 лечебных учреждениях. В медицинские организации поставлены 14 аппаратов искусственной вентиляции легких и два компьютерных томографа. Электрокардиографы, аппараты УЗИ, система нейрохирургической навигации. Добавим, что в отчете также были отмечены достижения в спорте, культуре, сохранении исторического наследия, поддержке НКО и другие направления развития Верхней Волжья. Отдельными темами отчета стали миграционная политика, работа по ликвидации свалок, газификация региона и модернизация системы ЖКХ. Подводя итоги своего выступления, глава региона отметил, что в 2020 году необходимо продолжить работу по привлечению в экономику молодых кадров, популяризации человека труда, поддержке семей, особенно молодых и многодетных родителей, развитию инфраструктурных проектов. Для решения этих и других задач, стоящих перед региональной властью, важно работать в едином ключе, считает председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Это очень важно, когда власть во главе с губернатором и законодательная власть действуют в одном ключе, в одном направлении. Ну просто это более эффективно, потому что меньше времени на понимание друг друга и все это делается быстрее. В качестве примера Сергей Голубев привел инициативу губернатора по поддержке малого и среднего предпринимательства, многодетных семей, которые были полностью поддержаны депутатским корпусом. Только такое взаимодействие власти и законодательного органа поможет дальнейшему развитию Верхнего Лжья.